здравствуйте дорогие радиослушатели и все кто смотрит нас на нашем youtube канале в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер к сожалению я сегодня один геннадий занят он будет следующий раз так что не волнуйтесь сегодня мы беседуем с российским журналистом публицистом переводчиком и педагогом радио и телеведущим главным редактором журнала дилетант виталием дымаском виталий науч добрый вечер здравствуйте а виталий науч большое спасибо за то что согласились с нами побеседовать я хочу в начале нашей беседы показать нашим хорошо хорошо а я хочу нашим радио значит тем кто смотрит на у нас на youtube канале показать вот этот вот журнал чтобы вы увидели да видят наверно да дилетант замечательный на мой взгляд журнал очень профессионально сделаны и очень интересные занимательные и как сказать исторически интересная повторю это слово исторически интересный виталий скажите вот этот журнал почему он называется дилетант я читал что вы именно вы придумали название этому журналы и почему называется дилетантом название делалось такое хочется какой-нибудь привлекательная яркая но так получилось как то это слово вырвалось мы изучили что это за слово решили что она вполне нам подойдет мне очень понравилось что вы сказали что это профессионально сделанный журнал под названием дилетант до профессионально сделанные то пусть называется хоть дилетантом хоть как и надо сказать что в какой-то мере мы реабилитировали это слово ничего плохого в дилетанте нет ну я сейчас не хочу вдаваться в историю вы в свое время когда журнал только запускали мы придумали огромное количество что называется обоснование да и оправдание этого же этого этого названия в том числе я помню такой я использовал красивую фразу мне очень нравилось что как это было сказано значит но и в ковчег строили дилетанты а титаник профессионалы вот ну и так далее там можно называть огромное количество людей там химика бородина композитора которые в общем-то во многих своих проявлениях и ипостасях являются дилетантами там потом я еще час вам могу объяснить что глагол дилетанты это развлекать и в какой-то степени безусловно мы сделали исторический журнал мы не хотели именно если уж говорить так по существу мы не хотели делать такой серьезный профессиональный мы хотели конечно не хотели делать такой научный что ли журнал мы не хотели сделать популярный исторический журнал и ну вот без лишней склонности скажу что судя по всему получилось хотя надо сказать что нам никто не верил это вы сами себе не очень верили мы как-то предполагали мы бы не предполагали что бумажный журнал бумажное издание в наше время время электронных изданий интернета и отказа от бумажных версий чтобы важное издание вдруг может быть популярного она оказалась вполне жизнеспособным могу вам сказать что один из людей с которым мы вели переговоры по поводу того чтобы он стал инвестором вот этого проекта он нам сказал ребята какие-то деньги на это на сайт дам на бумагу не дам получилось наоборот у нас бумага более или менее что называется в нуле мы в общем она вполне справляется с теми затратами которые значит нам приходится совершать а сайт кстати говоря у нас немножко сейчас провисает но это вот так если вкратце об этом проекте это наше такое любимое детище с алексеем венедиктовым вот мы с ним это задумывали мы с ним это хотели еще с 90-х годов когда я работал во франции он ко мне приезжал франция вообще страна фантастической исторической литературы потрясающий и кстати говоря исторической периодики и бы так как оба но алексей просто профессионал историк преподавал историю я конечно именно дилетант именно любитель истории вот на моего значит облизывая смотрели на эти издания нам очень хотелось создать такой же ну вот спустя много лет только вот в двенадцатом году нам удалось его запустить если такой то ввести вкратце про этот проект я просто хочу сказать что а в чикаго этот журнал продается и пользуется популярностью и я не знаю как других городах сша но если нас сейчас слушает других городах сша я очень рекомендую этот журнал а покупать и читать потому что это такое занимательное и очень интересное чтение и с историческими фактами и с точки зрения как это преподносится очень хорошие статьи кстати включая а статьи дмитрия быкова о литераторах спасибо за этот отклик это очень приятно да вот добавил еще одну вещь так получилось а по поводу этого проекта и по поводу вообще нашей деятельности сегодняшней по так получилось это чистое совпадение мы на это не рассчитывали что исторический журнал сегодня ну во всяком случае в нашем исполнении он и политический потому что история в россии во всяком случае стало таким политическим полем история стала инструментом политики через историю очень много проходит политических дискуссий политических обсуждений и политических вопросов поэтому я думаю что это тоже придает журнала такой ну во первых актуальность безусловно ну и наверное как мы надеемся интерес аудитории а виталий вот если наблюдать за тем что в россии последнее время происходит я сделал бы акцент вот на чем в театре мхат эдуарда боякова ставится спектакль о молодости иосифа сталина выходит фильм зоя где сталин показан таким сопереживающим дедушкой а вчера узнал что в россии переиздана книга а все ладо кочетова а чего сейчас хочешь чего же ты хочешь да спасибо а нет ли у вас ощущение дежавю да нет это не дежавю это ну во первых все таки я принадлежу к тому поколению которое это не если говорить по-французски напавил смысле не видел это да но это это значит смотрите это довольно сложный процесс но на мой взгляд я не хочу навязывать свои взгляды но и у нас и в россии все понимают многое по-разному это не возвращение стопроцентных сталину это возвращение это как бы сказать через историю давайте так я вот откуда начну у солженицына есть такая фраза я очень часто цитирую россия проиграла двадцатый век в этом в этом проигрыше целого века ну понятно почему она проиграла двадцатый век первую очередь это 17 год в этом проигрыше есть одна славная страница это война и за войну за эту победу российская власть невероятно сегодня держится потому что это единственная к некая опора до которую можно предъявить как как то еще росла сегодняшняя страна в том числе да это ужасно для страны для общества когда тебя показывают что и у тебя ничего не было раньше да ты в конце концов россии же не из пустоты возникла да она возникла из истории и в этой истории все-таки были были хорошие каких как у нас любит говорить господин мединский славные страницы должны быть в истории вот в двадцатом веке есть одна славная страница это победы и за эту победу сегодняшняя власть держится победа ассоциируется со сталиным безусловно и от этого никуда не деться сколько мы я сам приложил прикладываю к этому руку чтобы показать у меня есть своя программа по истории войны чтобы показать что история войны не такая примитивно как ее показывает советская историография а теперь уже и российская но все равно в обществе превалирует мнение что сталин выиграл войну и с этой точки зрения это удобно в том числе для сегодняшней власти поскольку опора на сталина победителя позволяет какой-то мере и возвращаться ну слава богу не стопроцентным методом сталинщины да но во всяком случае каким-то ее каким-то ее проявлением а если так обобщенно говорить это аргумент в пользу того что сегодня не только сегодня вообще то что называется сильной рукой в россии должна быть сильная рука говорят нам сильная рука победила в войне войне очень тяжелой который в общем-то судя там по начальному периоду вообще страну трудно было понять как и вообще выиграли до сильная рука смогла там восстановиться после войны сильная сильная рука сильная рука нужна для того чтобы держаться чтобы эта страна держалась в той огромной территории в которой она существует чтобы она не распадалась а когда рука слабая как она была как считается да при демократических режимах там горбачева и ельцина то тогда происходит распад как распался советский союз ну и как там уже сейчас начнут самые лихие 90-е там и так далее так далее весь такой набор пропагандистки безусловно но весь набор тех аргументов которые хотим мы того или нет хочу твой я или нет могу сказать не хочу но тем не менее это находит отклик это находит отклик в обществе и на это делается ставка вот так я понимаю эти процессы кстати говоря я обратил внимание еще на одну вещь такую чисто с одной стороны историческую но она позволяет как в этом мире понять сегодняшний сегодня сегодняшнего путина есть я не знаю насколько вы я имею ввиду в америке насколько вы внимательно прочитали вот недавнюю статью про русских и украинцев который написал путин но там в этой статье а если взять несколько его публикации выступлений там достаточно такого длительного периода то проходит одна мысль вот здесь совершенно неожиданно вот мы буквально на днях говорили с российско-американским политологом она вообще-то живет в нью-йорке и внучка она и внучка и правнучка одновременно никита сергеевича хрущева нены хрущевой вот мы всех раз на днях это обсуждали и пришли к выводу о том что путин разделяет это очень интересная вещь а путин разделяет большевиков и сталина вот эта статья про русских и украинцев там я сейчас не говорю а именно о русских и украинцев но там такой красной нитью проходят не любовь мягко говоря и неприятие большевиков которые виноваты если верить путина во всем но в общем-то он недалек от истины в этом да но большевики вот те большевики которых ругает путин и на которых он сваливает всю ответственность за вот этот проигранный двадцатый век это большевики во главе с ленин сталин как бы выводится из этой компании потому что они разваливали могучую монархическую самодержавную великую огромную страну они в смысле большевики а стали пусть он назывался большевиком пусть он назывался коммунистом но на самом деле то он восстанавливал империю он ее удерживал он ее расширял после если считать уже так сказать российской империи в советском ее исполнении в том числе и послевоенные завоевания то он ее он ее расширял то есть сталин империалист и этим сталин империалист сталин сильная рука и этим он этим он дорог я бы сказал сегодняшние власти и в этом вот идет так сказать его как вы говорите но не держали в данном случае его такое конечно безусловное возрождение а виталия да а можно сказать что допустим а путинизм это такая новая русская идеология да там идеологии то нету пока во всяком случае но я пытается как-то возвести он я имею ввиду путин да получилось так но это не первый раз в истории россии что как бы что элита интеллектуальная элита властная элита очень инертно и она ждет ждет этой идеологии от того что их что ей там принесет или или даст до принесет на блюдечки сначала там лень ленин был больше опирался там на на другие умы но сначала сталин теперь вот путин да вот путь и все ждут придумай нам какую-нибудь идеологию он над их подать должное если надо ему отдавать в этом должное он думает он ищет ее я думаю что этот статья русские украинские там есть безусловно элементы возможной будущей идеологии да вот это вот единство народа довольно такой с очень спорный тезис по поводу вообще единство русских и украинцев но самое простое возражение так не видел ни одного нет ни одного единого народа с двумя разными языками хотя бы но там можно много спорить дело не в этом но это безусловно вот эти все его исторические все эти его исторические рассуждения и экскурсы это все конечно безусловно поиск идеологии поиск идеологии обосновывающие сильную красивую консервативно безусловно такую традиционную россию вот тот глубинный народ о котором там по моему нам написал если не ошибаюсь сурков виталий вот если продолжать тему идеологии я иногда смотрю не всегда но иногда смотрю российские пропагандистские передачи только для того чтобы понять насколько цинично и лицемерно можно преподносить какие-то события а я в первую очередь говорю конечно не только те кто там выступает допустим виталий третяков или шах назаров но я в первую очередь говорю о владимире соловьеве скобеева там норкин вот эти вот представители вы как журналист можете считать своими коллегами или они другой лагерь немножко пропагандистский это хороший вопрос не понимает чем дело я их душит лагерь другой лагерь них ну конечно это не лагерь другой сушки журналистика журналисты дни не политики до быть не политические партии в разных лагерях могут быть политические партии мы не политические партии но я во многих случаях я не могу считать их в одном лагере если считать лагерем корпорацию да конечно 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 они выступают уже сейчас не как журналисты а как пропагандисты очень довольно часто да но иногда они выступают как журналисты в конце концов мы не можем отказывать им будучи там сторонниками свободы слова я не могу отказать некому человеку по фамилии от неважно какого фамилия кисель скобеева соловьев или норкин назвал тех кого вы назвали да я не могу отказать этим людям быть другого мнения чем я да и другое дело что и я достаточно хорошо не достаточно очень хорошо знаю практически всех этих людей которые вы назвали в исключении скобеева пожалуйста но списли лично я имею я хорошо понимаю где где они где они журналисты где они пропагандисты и я прекрасно понимаю что завтра власть сменится и они достаточно легко сменят также свои взгляды на и станут такими же может быть опять же пропагандистами как и как они какими являются сегодня по отношению к нынешней власти так что безусловно безусловно тот же соловьев давайте объективно говорить я его помню как замечательного журналиста я его помню очень хорошим журналистом потом он решил отдать себя в руки этой власти и может быть даже искренне может быть даже искать но почему действительно мы не можем отказать не ему никому другому еще раз повторю вправе там поддерживать путина иванова петрова сидорова это его личное дело личное право и как журналист он имеет на это тоже право но она не все-таки внутри профессии я прекрасно понимаю где где взгляды а где действительно действительно компанейшена пропаганда и тогда виталия бы немножко уточнил бы вот дело в том что от слов этих людей страдает довольно большое количество людей а между государстве украина то что допустим пропагандирует соловьев но это выходит вообще за рамки каких-то приличий и у меня связи с этим вопрос а как вы сказали времена поменяются а должны ли они нести ответственность за то что они пропагандировали за то что они говорили как это было вы знаете с с германии когда юлиус штрейкер который не входил в руководство нацистской германии на месте с тем им нюрнберге да 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 это прекрасно знаю эту историю очень ее люблю и часто очень привожу в пример честно вам скажу в надежде что это действительно будет могут быть в дальнейшем в будущем примером действительно примером не хочу это было бы полезно будет ли так не знаю у меня нет ответа я вот таких историях я знаете история россии последних 30 лет на моих глазах развивается таким образом что я понимаю что все предсказания все прогнозы на бессмысленные они россия переживает настолько бурный и непредсказуемый период что заниматься заниматься прогнозами просто бессмысленно я не знаю будет над ними суд или не будет над ними суд я бы хотел честно скажу да но это я я бы тоже очень хотел потому что я считаю что зло оно должно быть наказуемо я не имею ввиду на эти то что и произошло именно со штрейхером я имею ввиду даже а с точки зрения как сказать не уголовный а как сказать моральный суд над людьми которые призывали к войне с украиной так далее так далее насколько вы помните ли вы в курсе но когда-то покойник или хорошо или ничего но мы все но мы его имею ввиду журналисты со стажем мы всем хорошо помним историю сереже даренко невероятно талантливый журналист невероятно талантливый да но я не знаю помните вы или нет но я тут точно помню не только я как он отдал себя в руки определенной группы во власти в конце 90-х годов когда он видимо делал политически правильные вещи но с точки зрения с моей даже точки зрения но по форме это было совершенно неприлично и мы тогда многие говорили и создали ему это в глаза говорили что сережа как ты потом то будешь смотреть людям в глаза ну вот тем не менее тем не менее я хочу сказать что не было морального суда вот сережа уже потом когда я просто на всех случаях напомню что мы помним даренко первому каналу телевидения он новых для другого глагола нет кроме как слова мочить приличном виде мочил евгения примакова хотя я совершенно не сторонник примакова и был очень рад когда примаков выбыл там из числа там претендентов и кандидатов в президенте но тем не менее и его политический он был прав а по форме это было это было ужасно это было просто ужасно было неприлично узнаете что еще меняются нравы меняются времена меняются нравы и кстати говоря еще можно одну вещь обратить внимание тоже тогда считалось неприличным реально неприлично со временем стало приемлемо и если мы посмотрим не только на россию вообще на весь мир за последние тому те же 30 лет давайте уже брать этот период тем более что мы сейчас на как раз накануне 30-летия путча 91 года и развала ссср конца 91 года вот эти 30 лет это знаковые 30 лет и мы увидим что не только падение нравов произошло не только в россии падение нравов произошло во всем мире может быть это и не падение в конце концов не мы не судьи я не судья но то что эти нравы изменились давайте так не будем говорить падение это ли не падение но все стало по-другому с этим трудно да не согласиться все стало по-другому и и запад стал другим и америка стала другой до европа стала другой ну и соответственно мир стал другим ну и россия соответственно тоже вот так что посмотрим не знаю как будет суд несут но власть всегда прагматично и цинично и если эти люди будут эти же люди будут ей нужны и эффективны то она легко их оставит своему служению я имею ввиду будущее владида виталий мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся минуты и не отключайтесь очень интересно спасибо мы возвращаемся в программу политинформа не радиостанция народная волна чикаго и ведущий эдуард брумер мы продолжаем беседу с российским журналистом публицистом радио и телеведущим главным редактором журнала дилетант виталием дымарским виталий вы с нами а у меня такой вопрос вот на прошлой неделе а известный музыкант алексей корни вдавал интервью компания арте вео и в программе легенда и сказал такую фразу что раньше он понимал куда мы движемся вперед или там было запекано слово которое обозначает нижнюю часть человеческого слова тела прошу прощения и а вот сейчас вот полное разочарование будет какое-то абсолютное болото и он этим очень расстроен у меня вопрос а общество российская а в каком находится на ваш взгляд состоянии это разочарование это оптимизм и взгляд вперед или это такое полное как сказать равнодушие ну слушайте не могу говорить за все общество да по моим наблюдениям во первых давайте от чего начнем российской обществе чит расколота поэтому безусловно вы в этом обществе может найти самые разные настроения вот эти я чаще и чаще не потому что это мои дети да но я чаще и чаще вспоминая недавний буквально свои но относительно недавний разговор с детьми у меня взрослые дети которые довольно точно мне кажется отражают ну во всяком случае настроение определенной ну такой современный дам молодежные молодежного сегмента российского общества но это не совсем молодежный моим детям уже за 40 да вот они мне сказали такую вещь его как там во время такого задушевного разговора 1 это точно странное ощущение отвратительное настроение и очень неприятные ощущения от того что мы видим в пальну в политике в первую очередь да от действия властей там различного рода ветвей нашей власти там депутаты и так далее и с другой стороны правда это было по моему еще когда пандемия не было в расцвете сил своих вот и с другой стороны там но они москвичи в москве вот их так сказать их возрастная категория их их вот это вот часть российского или даже московского общества это их настроение никогда мы так хорошо не жили да какие-то там ну давайте на молодежный сленг там перейдут какие-то тусовки есть куда пойти да вы можете сходить в ресторан в кафе концерт там ну что ну что нужно молодежи да слышно меня нормально да 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 слышно слышно да да вот просто как один из примеров да то есть я думаю что общество наблюдает понимает что происходит кто-то в открытую протестует сопротивляется кто-то молчит кто-то приспосабливается адаптируется ну в общем то я думаю что конечно все прекрасно понимают что происходит и все но ситуация не такая что это общество доведено до ручки что называется до той степени неприятия когда когда сносится все на своем пути поэтому я не верю на сегодняшний день я не верю в какие-то радикальные перемены и радикальные методы я бы сказал смены смены власти смены режима вот такие мои ощущения наверное конечно лучше бы поговорить с социологами но социологи вот ввиду такой раздробленности общества российского и вот этих вот настроений в том числе опасливых я бы сказал настроений социологи к сожалению тоже сегодня даже честные социологи не могут дать такой более или менее объективной и точной картины состояния общественного мнения виталий в последнее время я такое употреблю немножко выражение идет охота на журналистов я имею ввиду в том плане что идут аресты журналистов там обыски в издательстве в этих в издательствах и там интернет изданиях идет охота на историков я имею ввиду дело историка дмитриева между тем я когда смотрю эхо москвы классная просто замечательная радиостанция я удивляюсь той свободе и как говорится возможности высказаться это являя я имею ввиду и санкт-петербургское отделение и московское можно ли сказать что эхо москвы это свой среди чужих чужое среди своих и почему так получается это загадка на которой все бьются но я не думаю что здесь какой-то расчет я думаю что называется так сложилось да вот так сложилось эхо москвы безусловно стало такой общественной институцией да общественной институцией ну по нынешним временам уже очень давние все-таки 31 год то есть все эти годы все эти 30 лет новой власти новой россии как у нас принято говорить страна прошла вместе с эхом москвы и конечно закрыть эхо москвы там заткнуть рот это было бы это было бы слишком таким одиозным шагом поэтому ну надо мириться это не значит что все постоянно будут мириться знаете мы как-то давайте я инсайдерскую информацию мы как-то сидели это было давно правда и как раз вырабатывали значит критерии почему 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 нас я имею ввиду эхо почему нас не закрывают мы по моему если я не ошибаюсь мы нашли три объяснения первое эхо москвы не является электоральным ресурсом потому что при всей популярности эхо москвы его слушает в конце концов в москве миллион человек на поскольку а для власти очень важен именно электоральный ресурс да вот телевидение для них важно поскольку телевидение влияет реально на на исход выборов вот значит эхо москвы не является электоральным ресурсом кстати говоря как и второе средство массовой информации тоже свободная и которая в общем-то вполне себя уютно чувствует уютно в том смысле что ну если не считать правда то что творится с журналистами я имею ввиду новую газету вот тоже не является электоральным ресурсом это первое второе вот то что я уже сказал что это был бы слишком такой громкий процесс процесс я имею ввиду закрытия эхо москвы или там какого-то задавливания поскольку это было имело международный резонанс эхо москвы удалось и не только при Венедиктове а еще и до Венедиктова удалось как бы стать таким международно признанным да и международно известным средством массовой информации если пройтись по коридору эхо там где висят фотографии гостей там есть такая стена вот иностранных гостей практически все президенты премьер-министры министры иностранных дел все там побывали вот включая там американских президентов и так далее и третье самое простое объяснение которое мы нашли это сами слушают все-таки нужно где-то иметь какую-то тоже самим себе информацию ну вот в какой-то степени я не знаю насколько это стопроцентно серьезно но я думаю что тоже в этом доле истины есть в том что я назвал наверное есть еще какие-то другие факторы но еще раз повторю я просто говорю наше ощущение что у нас нет тем не менее уверенности что называется в завтрашнем дне никто не вам не скажет что завтра никто не придет товарищ майор и не скажет ребята сдавайте компьютеры и до свидания вот гарантии никто вам дать против этого не даст завтра решат что что ситуация такая что это что этот голос там пусть и тонкий пусть и самый но достаточно противный для власти надо прикрыть но прикроют пока они как считают не сильно мешает да пусть будет и мне еще кажется что эхо ведет довольно умную политику вот с какой точки зрения вот я уже сегодня сказал в одном месте повторю в другом что эхо москвы не считает себя вот очень часто говорят эхо москвы оппозиционное радио Мы категорически против этого. Эхо Москвы не политическая партия, оппозиционная может быть политическая партия. Эхо Москвы средство массовой информации. Средство массовой информации это средство, которое массово информирует свою аудиторию. Они занимаются пропагандой и продвижением определенных политических взглядов. И поэтому на Эхо Москвы выступают люди разных политических взглядов. понимаете вот иногда в соцсетях читаю вот эхо москвы не там не может вчера там про себя прочитал там про интервью с бурбулисом вот дымарский не мог вот это эхо москвы эти журналисты он не мог выдержать что бурбулис там похвалил статью путина а вот дымарскому надо было обязательно значит это вот от непонимания вообще журналистики дело не в том за путин или против путин журналист всегда оппонент до человека с которым разговаривает человек из которого у которого он берет интервью потому что журналист помимо там у него свои взгляды но он еще транслирует взгляды там аудитории той части или какой-то части аудитории вот поэтому мы все-таки стараемся держать себя за журналистов да и вести себя как журналисты они как пропагандисты и политики вот я думаю так вот такие рассуждения хотя еще раз повторю что никто нам это не рассказывал никто нам это не говорит нигде это не записано это наши домыслы вымыслы предположения и третий раз повторю что они не являются гарантией того что завтра все не закончится а виталий еще одна очень интересная тенденция вот такие люди как шевченко делягин значит караулов вдруг начали выступать против власти причем довольно резко и напористо хотя раньше там еще пару лет назад выражаясь как мы все говорим о таким сленгом молодежным раньше они топили за эту власть это говорит о том что они держат нос по ветру и что может все измениться или это как говорится обида какая-то на власть как вы это видите ну смотрите это разные люди с разными еще вот делягин взгляды которого я совершенно не разделяю но знаю очень давно и достаточно хорошо для делягина это его взгляды но в первую очередь экономические но там где экономические там конечно очень близкая политика и делягин никогда не разделял экономическую политику российской власти после там 91 года до да я думаю что и при рыбать но там при рыбачу это мне о чем было то есть есть о чем говорить но это немножко другая история вот потому что экономическая власть на протяжении всех этих лет и в данном и в этом смысле власть путина абсолютно преемницы власти ельцина экономическая власть всегда была либеральной в россии экономический блок как говорят да делягин не либерал в экономике так как и глазев и как целая когорта людей с другими экономическими взглядами и воззрениями и я думаю что это вполне искренне его не согласия стоим экономической в первую очередь политикой которую ведет нынешняя власть во главе с путина так что у каждого свои взгляды кстати я бы еще назвал максима шевченко вот я про него и говорил да да который тоже был на стороне власти стал сейчас перешел в оппозицию все-таки политика есть в россии и все-таки какая-то политическая борьба есть и конечно настроение разные они меняются и ну еще раз тогда то что повторю то что я сказал отношении журналистов давайте не будем отказывать людям вправе придерживаться каких-то других взглядов это не всегда пропаганда это иногда их убеждения бывает и такое и кстати говоря кстати говоря экономическая политика судя по всему тоже меняется и много не знаю все очень мишустин не производит впечатление такого откровенного либерала вот и там довольно сейчас сильные позиции правительстве занимает белоусов тоже человек не таких чисто либеральных я обыскал гайдаровских взглядов атаке больше государственник и только ближе и делягину и глази вот к этой категории экономистов-государственников вот но можно думать и можем каждого обсуждать и может быть у каждого найдем разные разные поводы и разные разные причины что ли до их перехода в позицию виталий вот если говорить об украине да это такая болезненная тема и для русских и для украинцев сто процентов я в это верю крым как вы считаете придет ли когда-нибудь время может быть говорится не при нашей как бы за жизни когда крым вернется в украину или крым навсегда российский не знаю не знаю мы не знаем как будет развиваться события дальше смотрите выдавать я вас немножко в другой соседей региона евросоюз я здесь я помните вы или нет когда был скандал с косово допомню когда его славе вообще разваливалась да да и когда было косово то ли он должно быть она выходила из состава сербии то ли входила в албанию то ли не входила в албанию не дали войти в албанию как самостоятельно и так далее тогда и я помню очень хорошо тогдашние слова в том числе руководство евросоюза запад тогда говорил ребята чего вы шумите вы завтра все вступите в евросоюз включая сербию и у все будете опять вместе да это пример того что вот эта интеграция территориальная она решает очень многие вопросы такого плана да это пока есть границы то границы создают конфликты как только вы убираете границы я имею ввиду но формально хотя бы да там не знаю то многое из этих конфликтов пропадает мы не знаем как будет может быть россия украина будут вместе из-за в едином каком-нибудь пространстве и там не будет никаких границ какая разница как вы будете называть крым там украинским российским или европейским или я не знаю как там назвать будет это пространство там евроазиатским но я условно сейчас говорю там не знаю как это будет все называться поэтому не знаем куда пойдет дальше эволюции и развития вот чисто интеграционная да потому что видите что происходит собственно говоря идет как бы перегруппировка сил но в частности на европейском континенте да там это евросоюз кто-то входит кто-то выходит кто-то стремится в европу кто-то из европы кто-то сопротивляется россия вообще и даже в случае россии чисто конечно путинская именно россия поскольку это чисто идеи путина путин держится опять же за результаты войны для путина идеальная ситуация он хочет хочет ялту хочет сорок пятый год ялту до когда сели мы сильные мира сего победители сели поделили мир поделили европу и не залезаем друг другу вот его как бы на сегодня идеальная схема которую он собственно и пытается реализовать почему он у него маниакальная все время стремление провести переговоры с президентом америки вот потому что это 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 папа это повторение ялты это тык а садишься как победитель на равных на равных с американцем с американским с великим с президентом великой страны ты такой же великий и вы между собой все поделили вот вот схема которая ему очень нравится я так предполагаю во всяком случае и после путина придет следующий может с другими идеями может быть этого не будет и не знаю поэтому поэтому гадать по поводу крыма еще расскажу может это очень не будет иметь никакого значения если искали еще раз повторю опять же не будет границу виталий у нас там четыре минуты остается у меня еще есть несколько вопросов и поэтому я бы хотел может быть у вас получится чуть кратче ответить год назад а произошли трагические события в белоруссии зная отношения владимира путина к александру лукашенко все были я думаю и в том числе хотя могу ошибаться удивлены удивлены той поддержкой которую путин оказал а лукашенко хотя все висело на волоске как вы думаете почему он это сделал хотя я думаю он прекрасно понимал что если же не удивлялся этой поддержки которую путин оказал лукашенко потому что ну давайте я повторю старую форму сукин сын ну свой сукин сын с лукашенко остается постоянно лукашенко можно заставить пойти на вариант с объединением двух стран приход нового президента если лукашенко бы ушел и пришел бы новый президент там тихановская как бы он не звали это повторение украины для путина посвящен так это воспринимая и для него лукашенко намного более приемлемый вариант как бы он к нему не относился но политически для него это намного более приемлемый вариант чем любой другой можно ли сказать что путин это надолго или навсегда давайте так он точно до двадцать четвертого года что будет двадцать четвертом году опять же не берусь гадать и дайте почему-то что он сам не знаю что будет от четвертому я думаю что он еще сам не принял решение остается он или нет думаю что ну давайте так если каких-то вариантах да если вероятностях вернее рассуждать но я думаю где-то 70 на 30 в том что он остается довольно большой большой процент сомнений у него есть а решать будет он как бы ответить что такое управляемая демократия можете перевести на более понятно нам язык это не демократия это управляемая демократия это сфальсифицированные выборы это специально на всех смыслах не просто подложенные бюллетени а вся процедура она анти демократична вот управляемая демократия это принятие безумных законов не соблюдение которых ведет значит посадкам и так далее ну и так далее и тому подобное это все то что мы сейчас видим но при этом почему-то маниакальное опять же желание соблюдать форму не содержание а форму да вот почему-то такое очень в конце концов если зад выйти и сказать знаете что не будет нас некая зачем нам эти выборы только деньги тратить давайте мы назначим депутат все все согласятся и все примут такой закон да но почему-то все-таки еще хочется по форме соблюдать демократию и соблюдать как бы процедуру тех институтов которые у нас все-таки формально существуют я имею ввиду и парламент и судебная система ну и так далее и тому подобное а виталия заканчивая передачу я хотел бы вспомнить о том что в детстве мне очень нравились два спортивных комментатор это был на ум дымарский и владимир маслаченко поэтому я хочу сказать сказать вам о доброй памяти вашего папа был замечательный спортивные журналист поблагодарить лично вас за это интервью и я надеюсь что мы с вами еще поговорим потому что у меня был целый список вопросов но они к сожалению я не смог их задать поэтому до следующего раза нет нет было отличное три огромное спасибо вам и поэтому мы договоримся насчет следующего раза всего самого лучшего берегите себя